Пистолярный жанр Пистолярный жанр Пистолярный жанр Но когда я говорю своим друзьям Барзовым, я говорю, вот у меня есть интенса, а у вас есть интенса? Матвеев теряется, вспоминает свою инженерную врачебную атмосферу, что-то связанное со стихофорным размером, я не знаю, но круто, интенса начать. Палка, палка, огуречек, загуречек, человечек, он стоит под дёргом в плечи, но мы летим в окно, и давно закончен вечер. И давно затихли речи, и таинственные притечи по столовам уже давно, чтоб не выросла печаль, чтоб ничем тени качали, чтобы жены не ворчали, пьём один лишь крепкий чай. И пока не укачала, чали в поисках причал, где нечаянно скончалась, чья-то чистая печаль. Заквитая точка-точка, человечек на листочке, а под ним неровной строчкой. Хочешь верь, а хочешь нет, в результате в чахах били, положили перец чилин, и в итоге получили переверчный напиток. Что-то все мы подустали, и печаль, а мне от конца зарахурились в начале, на кого-то все кричали, все кого-то обличали, и остались без лица. Заквитая точка-палка, стародавняя щиталка, кресло бывшая качалка, Человечек под дождём, вечер дал от век конечек и таинственный предтечек. Всех забыл до новых встреч, до которых доживём. Не печальтесь о печалих, без печали мы скучали, и нечасто бы встречались, чтоб закончилась она. Атак, сидим и не скучай, наливаясь крепким чаем, И приятно нас качал. В нашей жизни глубина, атак сидим и не скучай, Наливаясь крепким чаем, и печально нас качал. Нашей жизнью глубина. Ну, а открытое тошно Порискетов, да, вызывает особую радость, особенно в провинции, когда исполняется, когда сначала же надо объяснить, что вот есть такой город Москва, а много людей разных, московичей мало. Есть МКАД вокруг Москвы, и основной вопрос для московичей, это есть ли жизнь за МКАДом. Отказывается, есть, обычно в акции, в провинции, в этих местах. Все радуются, что жизнь еще есть за МКАДом. Но при МКАДом же не очень, но тем более. Открытое письмо Порис Хилтон, я думаю, все как... Восемнадцать, ха-ха-ха, девятнадцать здесь, да, вот. Здесь мы услышали, чарующие возможности услышать великий голос Сергея Николаевича Бойкова. Заставляют меня... Я не хочу сказать вам, обычно на это, если пишут там, то-то-то вот такой-то песня, там, 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 такой-то, такой-то вокал. Вот я там тоже принимаю какую-то участие, зачастую бывает, но никогда не пишут вокал, пишут голос. Видимо, две разные вещи. Хотя вот он с Лидией Чебоксаровой, они делали программу песни из кинофильмов, так он там Евгений Николаевич даже две песни поет вообще. Блокбастеры? Блокбастеры, саундтрек из блокбастера. Я боюсь слушать эти песни, но говорят, что вот так поет. Но я только... Я говорю, тут сирых людей в Москве прибавилось. Отчего у меня такой партнер? Догадываетесь? Отчего я сыну? А теперь посмотрите на меня, у меня тоже, в общем, жизнь не самая. Тебе сидеть-то нечем. А я не конфликсую. Однажды на телевидении, куда-то мы с Лидией Дальцанчем пришли, и я сажусь в кресло гринера. Она говорит, ой, у вас много лица. А много лица и мало волос, это же две большие разницы. Скажи, что она потом сказала? Сказала, да. Пудрена вас много пойдет. Ну, зато я иду. На шампуне сэкономим. Ну, здравствуй, дорогая, Телес Хилтон. Дышу тебе из города Москва. У нас тут есть отец с названием Хилтон. У нас была гостиница Москва. Меня зовут Степан Ватамара. Учусь я третий год, в девятом году. Конечно, Пырис, ни с тобой не пара, поскольку группу я люблю Любовь. Дальше гною. И Володя шараповала. Ах, Пырис, 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 ты субертий гуллет. Ты жгучая, как перец, холодная, как лед. Ты вкусная, как хирис, без записи в портал. Ах, Пырис, Пырис, пырис. Девчонки я мечтала Мне нравится, что где-то по приколам Ты тишь над миром, ты во всей красе Мы тут блеснули в спиртах пепсиколу Ты не поверишь, улетели все Я пергидролем выкрасила волос Я в просьбе просто ты не встать не седьмой А голос, ну что сказать тебе про голос? Вообще-то у меня-то голос есть Глеб же гол и волны шага, правда, ладно Ах, пырис-пырис-пырис, ты супер, ты рулён Ты ж гучая, как перец, ты сладкая, как мёд Ты вкусная, как херест, ты сладкая, как пырис-пырис-пырис Амурная мечта Я Ксению Собчак в упор не вижу И по кускам не даже целиком Она тебя, конечно, ж пожил Хоть нос и зубы тоже силикон А мне пока что химии не надо А я во сне живу, как наяву Тебя бы к нам на северный замкады Ты вздохла сразу А вот я живу И Глеб же гол и волоня шага, правда, ладно Ах, пырис-пырис-пырис, ты супер, ты рулён Ты ж гучая, как перец, холодная, как лёд Ты вкусная, как херест, ты сладкая, как пырис-пырис-пырис Ах, пырис-пырис-пырис Российская мечта Ах, пырис-пырис-пырис Ах, пырис-пырис Ах, пырис-пырис Ах, пырис-пырис Ах, пырис-пырис Сам был напуган наше сцепление в Ярце Ах, пырис-пырис Горя, вот это ты эффект дал, да? Строгнул, да? Хор дебилов такой Ах! В привычное состояние Так, на этом диск, как говорится, исчерпан, да Нежели не заело, так Ну, перескочили какие-то Значит, начинают Извините С чистыми глазами надо По всем прочим своим недостаткам Ещё и очки привело Просите что-нибудь прочитать Евгений Николаевича без очков Значит так Тут действительно много записок Плохое освещение Значит, вот Оперу футбол и оперу шахматы Это мы сразу откладываем в долгий ящик Когда будем делать спортивную программу А когда мы будем делать спортивную программу? А когда у нас Олимпиада? В 2014 году В 2014 году сразу приглашаю во всех На последнее исполнение песни про Сочи Потому что сами согласитесь Что после Олимпиады Эта песня уже Всё Уже вчерашний день Неактуально Останется в памяти народа Это мы и сделали специальный концерт Последний раз И вот два часа будем петь только эту песню Значит, то, что сегодня может быть исполнено Тут три записки Если можно, пожалуйста, колоколинку И нарисован странный образ Это так мы поняли Слон вид сзади Правильно Там какого-то не видно Но уши есть То есть колоколинка Слон вид сзади Как-то Это надо будет ещё связать Значит, колоколинка Здесь тоже колоколинка И здесь тоже Упоминается колоколинка Ну, вдруг по записке Ладно Ждём колоколинку Спасибо за вершов Это был фестиваль Я благодарю вас за вершов Это было замечательно Мне обучение Спасибо Да, вот Хорошим целью успехов Голоса и оставания Для земли родной Я как-то задёргался Я хочу, чтобы эмигрировали А может, я уже от того Вот я смогу Я как-то честно Я не собирался Ну, как-то вы вот смутили Может, попробовать Что-то После 21-го Не, иногда Как приходит Мне что-то там Юр там Так-так-так-так Грин Что-то там По-английски написано То есть, как Папа, это спам Удаляйся Я угадаю Это участие какое-то Не знаю Так, значит Один день женщины Караван Китай Ну, знаете Вот тут По многу пишут Давайте по одной песне Записки Вот Один день женщины Караван Китай Ну, поскольку Это такая первая записка С которой нам что-то исполнено Колокольник чуть похоже Давай, Николай, вспомнил Давай начнём с одного дня женщины А потом караван Один день женщины А караван там будет дальше Ищет А будет ли там Куда караван, ладно Значит, караван Песня, я бы сказал Интересный, но нужный Судьбой Написалась она В поезде Когда я подкинулся Слава Богу Я на нижней полке Спал И стукнулся В верхнюю И просто Приснились строчки Я понял Что если я не запишу Хотя бы там Одно-два слова Я засплю Знаете А это что-то Вот такое Сверху Я проводник Я там где-то Наторапал Чем-то на ком-то Заснул В радость Другом Посыпаюсь Беру Клочок газеты Там два слова Я там Что это Кто это Где это Потом из этого вышло О котором Об этой песне Однажды в интернете Я прочитал Отзыв Самая гнусная песня Из всех Но ее услышанно Кто-то написал А другое Полярное мнение Это когда Однажды На каком-то концерте Я Спел караван И сказал Ну на этом Мы заканчиваем Наши исследования В области Антиалкогольного права И такая Знаете Тишина Как молотание Угрозное И один голос Нужской Такой твердый Сказал Так Не надо Сниму продолж Как исследование И так Это караван Однажды Я начал петь И не сказал Что это такое Люди Которые Первый раз Слушали Смотрели Так С очень Сильным Подозрением Это Слежение За караваном Который Идет По тракту Желудочный Кишечный Любимая Бездя Врачей Гастроэнтеролог По длинному тракту И маленький Ломтик Селедок За корочкой хлеба Восстанавливаюсь И все Позабыв Оранжире Идет Попивая Желудочный сок Картофель В парадном Мундире Яйцо С майонезом Два Бушевых Ножи Ну блин Ну зачем Лего Переисправить Ну Понять Ну Обамовые Ножки Это уже Это Образ Ромневые Ножки Тоже Как Что-то Нет Бушевые Ножки Это То Что Спасло С нашему Сторону Да От революции От революции Но И отодвинуло Эволюцию Я бы сказал Секунда Старая И снова Легка Отвлекает По тракту Рюмашка Над ней Пучевые Порядом Лага Последний Глубокой Золотяшки Под ними Затмивший Волгу И рейн Величьем И щедростью Юга Неспешным Верблюдом Вступает Морт С горбами Залитыми Туго Между ними Покоятся Два Глубца Опять же Чеснок С пепсиколой Пол спички Межзубных С остатком Весца Опять От ручного Ручного Засола И дождлива И дождлива Венеется Город Торговый Живот Как Где будет Где будет Ведет его рючка водки. Я закончил глубоким старцем. Я сам хочу обстоятельно. Это же меню. Это праздничное меню. А все означено, когда что подавать, где выпить, где перекурить, что в конце происходит там. Будьте, Леонид, дорогой вы наш, будьте любезны. Дальше мы читаем. Помните песню «Одиночество» это как это? Или «Девушка с хлопушкой». Там все выйти, что ли? Не, «Одиночество» это какая? Что за песня? Там еще есть одна загадка таится. «Девушка с хлопушкой» это там тоже попросят. Сейчас я наполю. Я вспомню, я наполю. «Девушка с хлопушкой». «Опера снимается». Ты так радуешься, потому что… А в каком году она была написана? «Девушка» или «Одиночество»? «Одиночество»? Ну это «На веселые ребята». Это год 79-й, 80-й, вот так вот. 1800, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта опера снимается «Клино», посвящается всем гинемографистам истинам. Действующие лица их исполнители. Главный герой, главная героиня. «Девушка с хлопушкой», директор фильма. «Древесный питон Вова» длина 18 метров и 24 сантиметра. Вот что интересно, с тех пор питон не подрос и не усох, не наделся. Вот как 18 метров и 24 сантиметра. Он затвердил, как он чернажный. Начинает светло-позрежиссер. «С тобой ряды снимаем сцену в бане». «Гражданин, ни черти левый класс». «Между прочим, на большом экране все равно не будет в кадре вас». «И бабушка с портфелем». «Не курите». «Вы же услоняете весь фон». «Юноша, очка снеги, проснитесь». «Спать во время съемок в мавитон». «Мне не видно ухо у героя». «Дайте, дайте ухо мне, Антас». «Черт возьми, откуда эти трое?» «Стап» снимаем снова в пятый раз. «Девушка с хлопушкой». «Прилейте же мне усы, я должен взрослее. И замшенный спинджак найдите подавей. Так, значит, я готов». «Ах, Марья, я бледнею. Прийди ко мне, мой друг, утеших обогрей». И все в момент, в момент. «Ой, там подхватили». «А она же на трубе сидит в девятый день». «Давайте, вы не шли в таком народном стиле». «Мол, машка, мол, слезай». «Мол, сядем на, мол, плетень». «Героиня полна». «Какой плетень и лучшая патуманка, И полу растворённая патуманка?» «Решёшь ли ясно начинать, твои гражданки?» «Ну, качать, ну собирайте домино». «Операторы». «Может, она тут хоть до ночи?» «Оплёк, она до ночи, но я тут жду». «Режиссёру, мама мия, нету больше ночи». «Пишите крепче, я его убью». «Вбегает директор фильмы. «Достал, достал живого вица Тонна». «Кого достал тогда древесного петона?» «Какой петон?» «Вот и он». «Слышен ток, тут убегающий инвасов». «Дыв, дыв, 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 дыв». «Девушка, сходу, все, дыв». «Петон». «Главный герой». «Куда же вы, куда?» «Мы что, уже кончаем?» «Режиссёр назад, стоять, не двигаться снимаем». «Герой, побольше страсти, но не очень». «Петон». «Герой». «На шею не давите, не люблю». «Оператор». «Вы можете орать тут хоть до ночи?» А пленка давно израильщего. Не зашел с небес, вот, не зашел с небес, вот поем, потому как пришло время этой песни уже, уже белые, извините, мухи, мальчики в глазах, такая сезонная песня, как раз она исполняется, да, завтра нам с Сергеем Николаевичем лететь в субботу, там минус 18, да, спасибо. Очень обнадежный лист. Что такого не бывало много лет, приутихли даже злые языки, что снежинки — это мерзлая вата. Даже дворники, лопав своих штыки, отопкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой выйду я в город седой. Прыгнешь ко мне на ладонь, расставишь. Говорят, у белизны короткий век, И за окошком шуршишь, хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой выйду я в город седой. Прыгнешь ко мне на ладонь, расставишь. 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 Утром с последней звездой выйду я в город седой. Довольный ход. Концерт. Ой, вот это вот, да, двойного. Вот гениально, да, Физка. Спойте, пожалуйста, Колофоренко. Вот проснимается кино. Я усатый, спасибо, Виталий. Усатый Виталин, или я усатый? У меня такой песни, по-моему, нет. Страшная, лохматая, это и то не мая, но я, по-моему, а я усатый маленький, как-то у-у-у. Вот так, снимаете кино, спели, споем. Вот записка, которая согрела душу просто. Просто исполните съемку фильма, да, с уважением Марии, 17 лет. Тут я опустил слезу. Не знаю. Это я возьму самому Мещукам, пока, что вам 17-летние давно писали. Могли бы вы вспомнить вашу песню, там такие слова. Однажды испанец со шведом поприехали в Нижний в такиво. Испанец? Панец я спал, обязательно. Но после нее надо расстаняться и уходить. Тут еще пачка-то какая-то. Юрий Алексеевич Букин рассказывал, что я как-то выступал в каком-то концерте, и, ну, там, человек приезжает, выходит, выступает, там, нет, этот тянет, значит, пока тот не подъехал в сборный концерт. Я, говорит, уже тянул, 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 показывает за кулисом, ну, нет его, нет. Я, говорит, еще петь, еще петь, еще петь. И есть, говорит, у меня, говорит, такая песня, вот, в которой, ну, просто вот я ухожу всегда просто. Ее и народ, знаете, я, говорит, уже вот ее спел, там, четвертый, пятый бис, и ушел. И такой администратор на колени стоял, говорит, не приехал, пробовал. Я, говорит, опять выхожу, говорит, я еще хочу им спить. Тот, наверное, раскололся, и они ржали минут десять, пока тот не приехал. Так и здесь. Тебе, понимаете, когда еще вот так проще спеть эту песню, как ей просил, сливать, скажу, потому что ты сидишь, отдыхаешь. Я сам люблю эти песни слушать. Иди купи билеты. На свете есть разные страны, в них разные люди живут. И разные пьют из стаканов, и разную пищу жуют. Но мы покруче будем, и это понятное, живое. И родные, успокойные люди, послушайте, что расскажу. Ха-ха, ну, ха-ха, ну, такая вокруг чекуха. Однажды китайские пули решили глотнуть первочай. Вы скажете мне, ну и, что же, ну и не рубить с плеча. Как только акуля глотнула, коньки отлетели, ой, ой, ой. Вот видите, даже в июле китайцы играют в хоккей. Ха-ха, ха-ха, как оряло, кровь чекуха. Однажды японцы хотели разбить силиканный кирпич. Кия! Потели, но через неделю я разбил паралит. Дай билет. Не знали, кассые ребята, что этот простой булайдар. Оружие пролетает нам, и только лишь нам по зубам. Ха-ха, ха-ха, какая вокруг чекуха. Однажды швейцарец со шведом приехали в Нижний Тагил. И город рабочий к обеду приедших уже сранил. И швейцарец со шведом дышали всего восемнадцать лет. Вообще-то у нас на Урале железные люди живут. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чекуха. Теперь пару слов о рекламе, Которая в радость нам всех. Василию Шмаков посвящались. Мы мучились раньше с зубами, А нынче не стало проблем. Вы яйца в раствор упустите, Кислоты на десять минут. И боли зубной избежите, И я до зубу вас отпаду. А-ха, а-ха, Блеснике правой под ровом. Однажды сама коза в нострах Приехала издалека. Здесь ностры наступали в ноздри, А козья шибли рага. Мне нравятся эти разоблоки. На классовом фронте бои. Не надо нам махить заморских, У нас есть не хор свои. А-ха, а-ха, Какая вокруг чекуха. Однажды в районе вокзала Джеймс Бонду наш кореш подсел, Сказал 007, это мало, И 2003 по 07. Откушивши дозу сломовью, Агент позабыл все дела, Ушел из России с любовью, А также в чем лако родила. А-ха, а-ха, Блеснике правой под ровом. Вообще-то подобные шутки, О странностях нынешних дней, Я мог бы рассказывать в сутки, Но надо быть в жизни скромней. Спасибо, друзья, за внимание, От радости прямо стражу. До сих, до сих, до свидания, Но все, ухожу, ухожу. А-ха, а-ха, Какая вокруг утром. А-ха, 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Правда, что надо уходить после этого? Нет, ну я так, в смысле, ну, можно, типа, так. О, ваше случилось! Так, а рощи, вот, откуда вы сочиняете это? А рощи, бежащие, кричащие, дитя на диване лежит. АПЛОДИСМЕНТЫ Может, если бы мне пришли эти пламенные строчки, песня так бы и продолжалась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так продолжается. Короче, дитя на диване лежит. А также взгляну дружащие. Муж, а мыслях шевелит. А рядом, да, жена приходящая. Жжи-то-жжи-то-жжи. Ну, это новая песня. Хрущая, визжащая, пищащая Радоткой всем стеклам грозящая Ломающая, рвущая, сорящая Любимая чада растет Лежащая, сопящая Ледащая, газетой вечно шуршащая А также изрядно храпящая На мягком диване жига И как это так получается? Да, как же так он и случается Что детство спокойно вмещается С годами в растущий живот? Бумажные змеи летящие Подтяжки на спинах трещащие Нет прошлого, есть настоящее А может быть наоборот так Не кончается тут, может подкидывает кто-то тут? Уж свидетельство, когда... Третий час сидит А вот тоже хорошо так Спойте, пожалуйста, «Кадриль» или «Газпромовскую цыганочку» Нет, у нас что, знаешь, сколько там? Николай, давай спою «Кадриль» «Кадриль» Курцыганочку «Газпром» спою «Кадриль» «Газпром» Четыре раза певал эту строчку Нифига Поэтому давай купим «Кадриль», которая написана в соавторстве «Хайдричхам Хайдричхам Хайдричхам Хайдричхам» На земле лежит Теплые вилки с юга Далеко гроза Бегают по кругу-кругу красные глаза Глянет влево «Вау!» Но лучше не смотрел Поглядит направо Тоже беспредел И пока не поздно В небе созрачок А по небу Звезды, звезды, двор Гулят пучок А по небу Спутник, мол, я один Сам себе попутчик Сам себе один А как бы шла хотела Спутником парить Да не готова Тело душу отпустить Не печалься, дядька Дрыхни до утра Ведь поутру глянь-ка Суже, чем вчера А не пыли, дорога Не дрожат листы Подожди немного-много Такнем же ты Ты радости влевнуты А ветер шевелит Спутник шизануты По небу летит А внизу вальвотно Мухой на стекле Батюшка народ Народ на матушке земле А внизу вальвотно Мухой на стекле Батюшка народ Народ на матушке земле Так, свадьбы все Оперофутбол Народ поддерживает автор безмолву Болтых и в лунку канули Про любовь Давайте болтыхнем Болтых и вальвотно Мухой на стекле Старый дом Где вместо кресла подоконник Приютил у телевизора окна Полночь за полночь, а я сижу спокойно Наблюдаю, как меняется луна Только что было сербом, уже безумно А теперь как неразмененный пятак Только что мы были счастливы и молоды А теперь уже, теперь уже не так Отсюда возили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда Поехали за рехами, скакали с калачами Бултык и в янку канули и годы, и года Бултык и в янку канули и годы, и года За окном велькают кадры старой хроники Наши лица проплывают стороной Все мы вместе, все орлята, все соколики И вихры нам применает дождь римной Каждый вечен, каждый лучен, каждый стоящий Зубы мелкие, но острые уже Далеко еще, ах, как же далеко еще Подоконник на четвертом этаже Отсюда возили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали за рехами, скакали с калачами Бултык и в янку канули и годы, и года Бултык и в янку канули и годы, и года На стене другой рукой та же формула Именно другие равенства одно Что-то помнится из фильма «Бело-черного» Что-то доброе, ну прямо как кино Словно годы пролетели, будто не были Где-то рядом, просто выше этажом Жаль, что сказка, как была, осталась Небо и лет, да и где она, дорожка в этот дом Отсюда возили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали за рехами, скакали с калачами Бултык и в янку канули и годы, и года Бултык и в янку канули и годы, и года Ночь по ночи, а в окна звезды сигаретные Соколята, морлята, не до сна Лезут в голову вопросы безответные Расстравила душу чертова луна Загудела голова, пустая сводница За окошком дождь не старой мороси То ли где-то тихо, как бы и без сердца То ли где-то незаведенные часы Отсюда возили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали за рехами, скакали с калачами Бултык и в янку канули и годы, и года Бултык и в янку канули и годы, и года И вот, все это было, пришло время колокольники Жминские макия На горе на корочке Стоит колокол влюбленный А с нее по полюшку Лупут полемет И лежат на полюшку Западает солнышко С раз такой томатрия Наш геройский взвод Мы землицу лапаем С куренными пальцами Пули, как воружки Плещутся в пыли Дмитрия Рокова До сержанта Мохова Эти вот мороженые Взяли да нашли Тут старшой победником Говорит мне то, не дега Чтоб я принял смертушку За честной народ Чтоб на колокольнике Захлебнулся кровушкой Раз такой, раз эдакий Этот суп вот Я к своей венточке Крепко штырку преложил За сапог засовывал Старенький наган Слава третьей степени На медаль отважную С левой правой стороной Глубоко в карман Мне сухарик попали Мне чина из бросили Мне старшой крупенником Фляжку опростал Я и не исправил Вспомнил маму родную Руку Да пополю ровно Руку Быстро подержал А на колокольнике Сухин кот занервничал Стал меня выцеливать Чтоб наверняка Да видать, цариночка Малая песчиночка Глаз попала рутом Дернулась рука Я винтовку вырвала Да упала за камушек Чтоб подумал, вражина Будто зацепила Кто не забил стрелянный Сразу не поверил мне И макарню в карушку Длинно засадил Да это не судьба была Пули мне отпробовать Сам старшой крупенником Встал как на парад Сразу с колокольнике И весело чиритая Грудь слетели Пташечки Бросили назад Сразу с колокольнике И весело чиритая Грудь слетели Пташечки Бросили назад Горочки, три горочки, башни, голоколы руки, Что кому-то назначено, чей теперь черёд? Рана не зажитая, палец неубитая, Солнышко, да полюшко, да геройский взвод. Рана не зажитая, палец неубитая, Солнышко, да полюшко, да геройский взвод. Так, снегопад, один день женщин, во, вот мы его не пели. Давай, не надо диктовать, понимаете ли, пенсию свою. Однажды подошла моя приятельница ко мне и говорит, Чё ж такую страшную эту песню-то сочинят? Вот до этого слушал, ничего, видно, время пришло. От лица женщины поётся, да. Шесть часов, а время нынче летнее, Шесть пятнадцать, что ж я всю лежу, Пол седьмого, плитка, чай с котлетами, Семь часов, родимого, мужу. Семь на репете, родимый, добривается, Пол восьмого, я уже лечу, Без пяти в автобусе толкаются, В восемь их сижу, кручу, черчу. Десять-десять, маша в дом, молодец. Десять-двадцать, лайте, сладкий сладкий, сладкий. Десять-тридцать, а зарплата в пятницу. Десять-пятьдесят, не мой фасон. Час-то выкручу, верчу, печал даю, Третий-пятый, всё ещё кручу. Восемнадцать, за картошкой пятая. Девятнадцать, выиграл, плачу. Двадцать-десять, штирлиц и мгновения. Двадцать-двадцать, мусор на полу. Двадцать-тридцать, сын и геометрия. Двадцать-пятьдесят, садца в русскал. Двадцать-два, бельё уже полощется. Двадцать-два, пятнадцать, сонный взгляд. Двадцать-три, чё-то в отпуск хочется. Двадцать-двадцать-тридцать, сорок-пятьдесят. Но совершенно неожиданное прочтение было, когда после этого концерта пришёл человек и говорит, спасибо вам за хорошую песню о милиции. Я говорю, вот это-то вы каким-то, где-то, он говорит, ну как, мусор на полу. Сейчас всё уже, там, мусор на полу, не споёшь. Если мы садистических наклонностей, давайте. Вот, смотрите, у вас есть замечательная песня. Ну, да-да, я понял, о чём вы говорите. Трёхколёсный, сон, пароход, трамвайчик. Пароход, вы пели эту песню с мещуками. Ну, с мещуками-таки я её и пою. Трёхколёсный, трамвайчик, с места. Ой, мама. Раз, два, три, четыре. Родню просят. Ну, всё. Здесь родню закончим. Хоть откуп свадеб. Да какая свадеба? Не надо свадебать. Не надо свадебать. Давайте проразбожим. Хотя бы, прям, это вообще праздник. Давайте проразбожим. Так, «Половникам Янсу». Очень дар тему песни. Значит, песня из далёких девяностых. Мой песнь гражданский был тогда и ушёл. Сейчас я так сижу, смотрю и вспоминаю песни девяностых. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что обуться, я слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зайдёт, она звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитай, ну, все концы. Один кричит, ко всем чертя, все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти, молодцы. А у меня с собой бутылочка в перцовочке в стороне не дырял. Я не хочу ни быть борцом, ни быть ни левым и ни правым. Я просто-просто жить хочу, а что бы и нет, так и не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я, кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, две пули в лоб на полу шаре не задел. Другой кричит, шары залил, весом наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наши общие заделы. Другой кричит, железный дуб, моец кременю, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка в перцовочке в стакане не разбитом. И я тихонечко в перцовочке, я на строк и лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто-просто жить хочу, а чтобы нет, так и не хочу. Ну так совсем с ума сошло, блин. А я на дом, где захожу, сажусь я за выклинка в суле. Ломаю крупно-чёрный хлеб и солью крупною солю. А за окном бушу и жизнь, и тихо гадят в стице уле. А я половником герсу и вас отчаянно люблю. За то, что вы такая стерка, ты прям, ты прям, ты прям такая. За то, что были вы всегда, а может, нет. А может, есть, а может, нет, как-то куда. Гляди-ка, митинг за углом. Вау! Всё-всё-всё-всё я исчезаю. Но выключаю за собой эти любви и зажавший свет. Так, ну и... Ну, в мудрости. Нет такого. Нет, да, про зубы нет. Эх, судьба моя, судьба вечности осколок. Погадай мне на зубах, добрый стоматолог. Бур-машина зажужжит, рот несчастный сплюнет. Ты мне правду расскажи, любит или не любит. От рождения тридцать два, по жизни восемь. Увела меня зима через лето восемь. Из картона грубому вырежу я ёлку, Пёснами-вездобами тёлкнув тихомол. И опять начну с нуля, весел и беспечен. Очень добрым стану я. Ведь кусаться не... Ну и... Ну и, наверное, на сегодняшний прекрасный вечер Товаль Николаевич Роднюк. Кто знает, побивайте. Кто не знает, бойте. По дороге быстро течь на лошадке идти от нас. Мимо станции конечной удаляюсь я от нас. Полугрешный, полусвятый, чистокровно сам не собой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я домой. Нету дом, что водой бельтой. Горит очаг, трещит свеча. Там у огня сидит родня. Сидит родня и живёт меня. Незнакомая дорога От восхода на закат Говорят уже немного О чьих он не говорят. Позабыв свои обиды В ближних суток и дня Приголошают горды гиды На экскурсию в меня Где тот я? Где песня моя? Она о том, что где-то дом Там у огня сидит родня Сидит родня и живёт меня Сидит родня и живёт меня Дважды два всегда Четыре Хоть умножить, хоть сложить Есть надежда в этом мире Значит, будем в мире жить А пока в душе тревога И не видя на поворот Продолжается дорога От заката на восход Будет дождь и будет снег И будет дождь и будет снег И будет дождь и будет век Но знаю я, что огня Сидит родня и живёт меня Но знаю я, что огня Сидит родня и живёт меня Спасибо, Евгений Быхов был с нами сегодня Спасибо, Евгения Быхов Спасибо, Евгения Быхов Спасибо, Евгения Быхов Здоровье вам будет дальше Спасибо Раскройте тайну Гидрально, раскройте тайну Виагра вашего ума Как можно все это помнить? Так в том-то и дело, что уже как-то что-то и не все помнится. Да ей-богу. Вы слова на сцену, но во всей вашей жизни, вы чего? Ох, свезло-то как. Вам. Вы, во всей жизни, да? Не, ну это мы говорим, что помните. Когда 2538 раз повторяешь одну и ту же песню, главное не то, чтобы не забыть слова, а чтобы не скошли. В таком тривиальном, виртуальном смысле. Нет, ну, актер, который выходит на сцену и в тысячу раз читает монолог Гаммера, потому что с ним спать ложится встает. Я тоже все время по-разному прояснюю жизнь. Ну так мне кажется, по крайней мере, да? Все, спасибо вам, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я это важный работа, очень пригодится, по-прежнему, и внести. Спасибо.